Всем привет! Как и многие, я нахожусь под впечатлением документального фильма трехчасового про Кремниевую долину Юрия Дудя. Думаю, как минимум половина людей после просмотра этого фильма зародилось, может быть, у кого-то маленькое, какое-то большое желание попробовать себя в Соединенных Штатах, а именно в Кремниевой долине. Мне бы хотелось все-таки немножко разъяснить некоторые вещи и поделиться с вами, рассказать вам, почему Кремниевая долина не подходит не всем, и почему Нью-Йорк лучше, и для кого Нью-Йорк лучше для переезда. Вообще не хотелось мне очень долго концентрироваться именно на бытовых вопросах, что, конечно же, очень важно, но мне хотелось именно рассказать вам, почему Нью-Йорк, он круче, чем Кремниевая долина, именно что касается людей, не тех людей, которые приезжают сюда и, ну вот просто любая работа и любой, вот только чтобы уехать, да, а именно те люди, которые приезжают в США с какой-то идеей. В Кремниевую долину круто ехать тем людям, которые работают за компьютером, которые айтишники, которые хотят работать в технологии. То, конечно же, если ваша жизнь связана и ваши идеи, ваши желания, ваше вдохновение именно идет от технологии, в таком случае, скорее всего, Кремниевая долина это именно то, что вам надо. Но не все люди мира на самом деле интересуются технологиями, хотя мы все ими пользуемся. Что, например, касается творческих людей, именно творчество как искусство, то, безусловно, Нью-Йорк будет лучшим вариантом, нежели чем Кремниевая долина. То есть, если вы занимаетесь театром, если вы занимаетесь живописью, то, безусловно, Нью-Йорк будет гораздо богаче, может предоставить вам среду, нежели любой другой город США. Именно здесь огромное количество выставок, именно здесь проходят всякие fashion weeks, различные кинофестивали, различные шоу, которые именно вовлекают людей искусство со всего мира. Поэтому, если вам интересна эта сфера, именно искусство, и ваша идея связана с искусством, то, безусловно, в Нью-Йорке для вас будет гораздо более питательная среда. Как вот рассказывали именно в Кремниевой долине, что у них все создано для того, чтобы люди делились своими идеями, друг друга подпитывали, какой-то энергией давали, передавали, питчили туда-сюда. То, что касается технологий, то то же самое происходит в Нью-Йорке, но что касается творчества, что касается искусства. То есть, если вы туда зайдете, тот же самый, любой, допустим, в Челси или, в общем, да, неважно, в Нью-Йорк в целом есть определенные районы, где это все базируется. Да, есть где-то финансовые районы, где-то более районы, которые направлены на искусство. Вот там вот люди просто варятся, огромное количество вот этих, знаете, вечеринок каких-то подпольных, ну, они вот на первый взгляд, что кажется какая-то дверь, потом раз тебя в эту дверь без вывески, без ничего заводят, а там какая-то классная идет, какое-то классное выступление в каком-то просто бункере. Поэтому, конечно же, для творческих людей Нью-Йорк гораздо лучше и интереснее. Что касается, если ваш бизнес связан или ваша бизнес-идея связана с туризмом или с языками, или именно с людьми, именно как с контактом, да, то есть социальная какая-то вовлечена жизнь, какой-то социальный аспект, то, безусловно, опять-таки Нью-Йорк будет для вас гораздо выигрышный город, нежели чем Калифорния, в частности Кремниевая долина. Потому что, во-первых, здесь огромная концентрация людей, их, в принципе, здесь огромное количество, и они живут на очень компактном месте. Поэтому, конечно, что касается языков и национальности, опять-таки, концентрированность вот этого, суп здесь такой наваристый из национальности, что, в принципе, ни один город мира не сможет предоставить вам возможность, например, как мне, человеку, заинтересованному в языках, в лингвистике, в культурах, никакой другой город мира мне не может предоставить такую яркую, яркую возможность, такую яркую жизнь, такую жизнь, насыщенную красками, именно что касается культур и языков, как Нью-Йорк. Если мне для моего исследования понадобятся какие-то интересные комбинации людей с какими-то необычными языками, то я уверена, что именно здесь я их найду, что, конечно же, лично для меня делает город Нью-Йорк гораздо более питательным для моей сферы деятельности. Что касается, например, блогерства, то я бы сказала, что, конечно, в Калифорнии тоже можно быть крутым блогером, но в Нью-Йорке столько всего происходит, культурная жизнь настолько насыщенная, что здесь, я не знаю, мне кажется, это невозможно с этим городом соревноваться, насыщенности жизни, с этой энергией, то есть ни один другой город мира не может вам дать ту энергию, тот заряд, который дает Нью-Йорк, но при условии, что такая энергетика напористая, вам нравится, то есть если вы жили в большом мегаполисе, то, скорее всего, Нью-Йорк вам, и вы жили комфортно, да, то есть себя чувствовали в своем мегаполисе, то, скорее всего, жизнь в Нью-Йорке вам тоже покажется, и вы, так скажем, попадете в эту струю. Если вы привыкли жить более размеренно, если вы привыкли, что вас будут кормить некоторыми там завтраками, завтраками, да, как говорится, завтра-завтра, хорошо мы это сделаем, ну, в общем, такой более степенный образ жизни, то в таком случае, конечно же, Калифорния. И даже несмотря на то, что люди в Кремниевой долине очень высоко замотивированные люди, все равно понятно, что это маленькая деревушка, и там нет вот этого напора энергии какой-то, что касается именно людей, да, там есть высокая замотивированность людей создавать, то есть она, и тоже энергия есть, но она направлена немножко в другое русло, то есть там все в компьютерах, все в технологиях, все в каких-то идеях, то здесь эта энергия, она направлена вовне, то есть люди очень много социализируются, очень много общаются, ну, в силу возможностей, безусловно, и также очень много здесь люди работают, но, в принципе, работают много люди во всей Америке, поэтому работать придется везде. Сейчас я вам расскажу некоторые бытовые моменты, которые, как мне кажется, не настолько интересны, но тоже, конечно же, их важно знать, если вы все-таки принимаете решение, стоит ли вам переезжать и пробовать себя в США. Начнем, наверное, с самого первого факта, который очевидный. Географически Нью-Йорк расположен ближе к странам СНГ, то есть проще гораздо летать, и вообще ваша мобильность получается, что немножко лучше, потому что вы находитесь как бы посередине, да, вы в Европу быстрее прилетите и вернетесь там навестить маму или по бизнесу слетать, опять-таки, в Россию или в страны СНГ. То есть территориально Нью-Йорк в этом плане выигрывает. Второй пункт, что касается иммиграции, нет никакого другого города, мне кажется, даже в мире, а тем более в США, как Нью-Йорк, который так приветствует иммигрантов. Конечно, да, в жизни сложно переезжать переезд, это в целом очень серьезный шаг, и, конечно же, будет огромное количество проблем, сложностей, но никакой другой город, как Нью-Йорк, не предоставит вам таких возможностей, таких условий для адаптации к новой стране. Давайте перечислим некоторые здесь. Что касается, например, жилье. В Нью-Йорке найти жилье гораздо проще, чем, допустим, в той же самой Кремниевой долине. Ну, будем скажем так, когда человек приезжает, да, он, скорее всего, непрямиком поедет в Кремниевую долину, возможно, он где-то будет жить в Сан-Франциско, где-то подальше, да, ему нужно будет дольше добираться до работы, или он будет стремиться туда, там, я не знаю, ездить. Вот, но он, скорее всего, не будет прямо в Кремниевой долине, да, потому что мы все уже из этого документального дудя понимаем, что это очень маленький населенный пункт, поэтому, скорее всего, вновь прибывшие люди, они где-то будут базироваться подальше от центра, и, в смысле, центра Кремниевой долины, и тогда в таком случае у них будет возможность что-то найти с теми деньгами, которые у них есть, да, то есть, может, там, за тысячу-две тысячи долларов что-то как-то где-то можно найти. Но вот, допустим, как бедная Марина Могилка показывает у себя на Инстаграме, как она ищет жилье и как ему очень сложно, но я так понимаю, что они ищут в центре, но они реально даже люди, успешные люди в Калифорнии с деньгами, с кредитной историей, с документами, все, что нужно, и они все равно не могут, сложности у них, чтобы найти себе жилье, которое тебе понравится. Что касается Нью-Йорка, когда мы приезжали сюда студентами, мы самостоятельно, без опыта вообще когда-либо, мы никогда не искали никакое жилье ни в России, нигде, то есть, мы здесь разобрались, это все можно сделать через крекс-лист, есть специальные сайты, есть просто маркетплейс на Фейсбуке, где ты можешь найти и, в принципе, даже люди, которые здесь живут, если ты зайдешь в какой-нибудь, я не знаю, даже бар, и там что-то, в общем, с бартендером поговорить, другой скажет другому, короче говоря, люди друг другу все помогают, потому что огромное количество иммигрантов, и все понимают, что в какой-то момент они были на этом же месте, и поэтому они, скорее всего, вам помогут. Что касается медицинское страхование, в Нью-Йорке гораздо проще, вот мы сейчас живем в Нью-Джерси, и здесь все, несмотря на то, что мы так близко к Нью-Йорку, но здесь все сложнее, то есть, человеку нелегально, который находится в стране или находится в стране легально, но какой-то очень короткий промежуток времени, то это очень сложно. То в Нью-Йорке очень просто сделать медицинскую страховку, и она хорошая, будет покрывать вам огромное количество разных услуг, поэтому гораздо проще страховкой. Что касается передвижения, это огромный плюс, в Нью-Йорке есть метро, вам не нужна машина, то метро хорошо развито, автобусы и паромы. Транспорт города Нью-Йорка настолько развит, что, в принципе, необходимости в машине у вас нет. Машина вам понадобится только для того, чтобы выехать за город, да, может быть, на отдых или как-то, но, в принципе, можно потерпеть и сходить в центральный парк. А четвертый важный пункт, что в Нью-Йорке в целом, то есть минимальная зарплата, она больше, чем в среднем по всей Америке. То есть даже работа где-нибудь в Макдональдсе, вам будут платить больше, чем в любом другом штате, просто потому что, конечно же, их жизнь более дорогая, вот. Но в целом это все равно приятная цифра, когда тебе в час платят на 3-4 доллара больше, нежели в другом штате. И плюс в Нью-Йорке, конечно же, огромное количество работы в целом всегда, даже несмотря на то, что последние годы достаточно сложно найти какую-то работу за наличку, да, то есть за кэш, как здесь это называется, то все равно это возможно. Что, кстати, касается языка, так как здесь огромное количество иммигрантов, в принципе, когда вы говорите на другом языке, к вам относятся достаточно с пониманием, потому что, как правило, почти все говорят на каком-то языке, нежели английском. Можно прожить спокойно, без знания английского языка, если вы будете жить в комьюнити каком-то национальности. Например, что касается русских, как правило, люди едут прямиком на Брайтон-Бич, там можно комфортно жить без знания английского языка годами, и вы там можете работу и жилье, все что угодно найти. Но я не сторонник, чтобы приезжать за границу и жить среди своих соотечественников, просто как бы не совсем есть что-ли смысл. Возможно, на первое время это неплохой выбор для некоторых людей, что я понимаю, сложно сразу адаптироваться, новая страна, новый язык, слишком всего нового. Можно поэтапно, конечно же, раздробить, так скажем, свой переезд, переехать в США, но жить с русскими, потом потихонечку выезжать, отъезжать от них дальше и дальше, после первой такой шока терапии. Целью этого видео не является агитация к переезду в США. Просто мне показалось, что после просмотра этого видео у многих, а видео посмотрели более 10 миллионов человек, зародилось желание съездить в силиконовую, в Кремниевую долину и попробовать себя, что очень круто, потому что вдохновение это очень классное и это видео очень мотивирующее. Но то, что круто одному человеку, не факт, что это подойдет вам. И если вы все-таки решили задуматься о переезде в США, то задумайтесь о том, что есть и другие города США. Конечно же, с Нью-Йорком, как мне кажется, начать гораздо проще. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что это видео было полезным, мотивирующим, вдохновляющим. И подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, там я рассказываю о нашей ежедневной жизни в США. Еще раз огромное спасибо, и мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. А вот и дождик, посмотрите. И Нью-Йорк совсем плохо видно. Редактор субтитров А.Семкин